Слава Господу! Сегодняшнее место из Писания. Это Титул, послание. Первая глава, вторая третья стихи. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог, прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди, и вери на мне по велению Спасителя нашего Бога». Давайте благословим друг друга, наслаждайтесь миром Божьим. Вы, благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог дал нам в наследие. «В этот темный мир, Бог призвал нас с вами быть, 세상을 살릴 수 있는, тандем, бит 대신, критерно мальме 아마, так как мы с вами в наших сердцах носим сокровища, носим жизнь и носим свет. Поэтому благословляю, чтобы мы с вами наслаждались наслаждались действительно этим благословением. И недавно вышла одна книга одной известной японской писательницы, которая говорит о силе упорядочивания, силе порядка. То есть, когда мы что-то приводим в порядок. И вот насколько хорошо он объясняет все, показывает, насколько оказывает влияние то, как я упорядочиваю пространство вокруг меня. Вообще все, отношение всего. Даже мыслимое. И насколько эта упорядоченность, когда мы упорядок приводим, все влияет на внутреннее мое состояние. И, конечно, когда мы смотрим в отношении того, упорядочить что-то, то, конечно, находится всегда что-то, что нужно даже, наверное, выбросить. И вот у меня такая вот... Есть очень много книг. И вот в моей комнате, как в офисе, очень много книг есть. И жена часто говорит, когда приходит, выбираем что-то делаем. Она говорит, «Да вот эти книги уже ты никогда не открывал, или никогда уже не открывал сколько. Надо их выкидывать». Я не могу выбросить эти книги, потому что тоже они... Ценности, ценные определенные в чем-то. Но есть вещи, которые, конечно же, нужно получать водительство, чтобы от того, что даже кажется нам привычным уже, но оно не нужным, не обязательно даже для нас является. И поэтому есть нужно... Когда мы сможем правильно понять, что нужно в нашей жизни, от чего избавиться, что нужно приобрести, когда мы будем действительно смотреть, смотреть через... Смотреть в свете, в свете Благо Вести, в свете Евангелия, и тогда мы сможем понять, что есть ценным, что есть неценным, и что есть важным и нужным, и когда это нужно. В общем, нам с вами, поэтому важно, прежде всего, прежде всего, нам необходимо понимать то, о чем мы говорили также на прошлой неделе, понимать Благою Весть, понимать Евангелие, и важно, чтобы жизнь наша упорядочилась не просто нашими какими-то усилиями, не просто... в соответствии с культурой этого мира или с нашими стандартами, которые у нас, опять-таки, сформировались под влиянием чисто слов, которые уже были сформированы в виде каких-то книг, в виде... или уже стали действительно чем-то культурой народа. Поэтому важно, чтобы наша жизнь упорядочилась в Слове Божьем, через Слово Божье, через Евангелие. Иначе... иначе мы всегда найдем... мы не то, чтобы всегда, но мы в итоге найдем в себе то, что... мы в себе найдем то, что будет нас отягощать, будет нас... будет нас сбивать с того направления, в котором действительно важно, чтобы мы двигались. Поэтому наша жизнь, в центре нашего... в нашей жизни должно быть Слово Божье, потому что через Слово Божье мы можем иметь взаимоотношения с Богом. И... поэтому главным приоритетом должно быть Евангелие. И каким образом это общение с Богом происходит, это и есть молитва. Чтобы мы могли наслаждаться тем Словом, которое Бог нам дал, и получать ответы. Поэтому... если молитва организована, упорядочена, организована в нашей жизни, то мы можем жить таким образом, что будет казаться, как будто бы ничего у нас нет, но на самом деле мы будем иметь все. Потому что в любых обстоятельствах, где бы мы ни находились, как Павел исповедовал так же, что действительно на взгляд мира будет казаться, как будто бы ничего не для них какой-то ценности нет, но мы будем те, которые имеют все, и те, которые могут богущее благословить всех, через которые, в которых получат благословение люди, которые вокруг нас есть. И какая причина всего этого? Какая причина всего того, что Бог желает благословлять, и через нас Бог действует, и спасение также даровано нам? Это все ради проповедования, потому что Бог, Он явил обещанную вечную жизнь через проповедование, и это то, что действительно важно, чтобы это стало целью нашей жизни, смыслом нашего существования здесь, на этой земле. причина, по которой нам необходимо усердно трудиться, и также то, что мы зарабатываем даже деньги. То есть, если действительно это все и смысл, и цель нашей жизни, и причина наших трудов, и всего, где будет являться проповедование, потому что проповедование — это то, что самым важным является для Бога. То есть, Бог все делает на этой земле, все, чтобы, о чем они подумали, для того, чтобы совершалось проповедование. То есть, а в чем смысл проповедования? Для того, чтобы люди могли, потому что желание Бога, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому сказано в Писании, что когда конец наступит этого физического мира, этой жизни на этой земле, когда проповедована будет это Евангелие до края земли всем народам, во святительство всем народам. Поэтому Иисус и в конце так же сказал, когда перед тем, как возноситься, быть вознесенным уже на небо, Он сказал, что идите ко всем народам и крестите их во имя Отца, и Сын и Духа Святого, и Я прибуду с вами до скончания века, и вы будете Мне свидетелями, до края земли. Поэтому последние времена это те времена, в которых мы с вами живем, и это времена, где весь Божий интерес, все Божье сердце, весь взгляд Бога, он направлен именно на проповедование, то есть на то, чтобы мы с вами, выявив, в чем наш талант есть, выявив, размышляя над тем, в какой ситуации мы живем, в какой ситуации, в плане, в каких мы, где мы родились, то есть чтобы мы могли найти, как я могу принять участие в движении проповедования, в том движении, которое Бог проводит, и предложить Богу, какое у меня есть видень, какой мечта у меня есть, как я вижу, я могу участвовать в деле проповедования. Бог желает вместе с нами, вместе с нами, чтобы мы участвовали вместе с Богом в этом проповедовании этого слова до края земли. И у Бога, конечно же, если мы спросим, если мы будем общаться с Богом, у Бога есть видение в отношении стран, план в отношении как вместе с нами, как Бог через нас может это все проповедовать. Поэтому мы видим, что 2-3 стихи, когда мы считаем, что в свое время Он явил свое слово в проповеди в вере на Мне. И Бог это все вечную жизнь Он обещал прежде вековых времен. Поэтому тот человек, мы с вами, те люди, которые называют, Бог называет нас благовестниками, то есть те, которые вещают благую весть, радостную весть. И что нам с вами для этого проповедование это проповедование, оно являет дело работы вечной жизни, которая была обещана Богом. То есть проповедование это и есть, когда мы являем миру, когда мы являем людям, то действие, которое Бог совершил, ту работу, которую Бог совершил и совершает еще сейчас, которую Бог в вечную жизнь, которую Бог обещал и которую Бог являет и совершает. Когда наша жизнь с вами, она организована через Слово, Евангелие и проповедование, тогда действительно мы сможем выявлять и благословения Божьи, видеть их и выявлять план Божий. На этой земле нет людей, которые бы не сталкивались с проблемами, нет людей, у которых не было бы проблем. Потому что причин очень много, потому что люди сами себе создают проблемы. Даже если не будет никого рядом, мы сами себе проблемы создаем. Но есть проблемы и в плане физического, и в плане природы даже. Но опять-таки корень всех проблем действительно лежит в той причине, что человек разделен с Богом и наши мысли, наши действия они приносят приносят проблемы. Но в чем отличие людей, которые во Христе, нас, которые вместе с Богом? Для нас проблема это как раз и есть шанс и возможность получить ответы. Потому что если приходит проблема, это не значит нам надо с вами решать, нам означает нам нужно помолиться, нам нужно выявить как Бог видит эту ситуацию и какой Бога план есть, чтобы вот эту ситуацию, которую мы видим как проблема, обратить в благословение, то есть сделать так, чтобы это все посодействовало моему духовному росту и тому, чтобы люди могли услышать Евангелие. И поэтому любое событие в нашей жизни тогда становится поводом для благодарности, даже проблемы, потому что на них есть ответ. И не нужно паниковать, потому что у каждой проблемы есть ответ. Поэтому оно, по сути, является благословением, поскольку уже есть у Бога план, как это все обратить в благословение. Поэтому даже с точки зрения теологии говорится, что у Бога даже столкнулся с... У Бога есть даже проблема. Какая проблема? То, что люди отошли от Бога. Поэтому проблема в чем в действительности? в том, что мы с вами созданы по образу и подобию Бога. Бог нас таким образом сотворил. То есть мы такие, какие мы есть, мы можем быть только если мы действительно вместе с Богом пребываем. Тогда мы можем быть теми, кто мы, кем мы изначально или кем мы по сути, можем быть и кем мы являемся. И вот что стало, можно сказать, такой как бы проблемой, можно сказать. Это, конечно, не проблема, но что-то наподобие проблемы для Бога. это то, что люди... Посмотрите, когда мы видим Бытие, 6 глава, 6 стих, там сказано, что мысли человека, помышления человека, желания сердца человека, все это стало злом во всякое время. То есть люди отойдя от Бога, отказавшись от Бога, их мысли уже стали эгоцентричными. Их мысли стали материалоцентричными. Поэтому зло это означает, что мои мысли, мои действия влияют таким образом на жизнь людей, что приносит какой-то приносит урон, приносит хаос, приносит беспорядок. И это то, что мы видим в нашей жизни каждый день. есть люди, которые в своей жизни они испытали разные определенные проблемы, как, например, даже Энн Суллибан и Энн Суллибан, Энн Суллибан, это были, она была учительницей для Энн Суллибан, и Энн Суллибан, и она научила научила ее, потому что из-за того, что она не могла видеть, то есть у нее проблемы со зрением начались, но они именно там, там они встретились, и она стала тем человеком, который помогла действительно ей, через которую Бог действовал. 폭력을 행사하고 그 가운데 살 수가 없는 것이죠. даже история Энн Суллибан, у нее действительно тяжелая, сама тяжелая история жизни, можно сказать, у нее отец, отец совершенным образом не помогал, не участвовал в жизни, страдал от алкогольной зависимости, ее также младшая братья и сестры, они также также умерли, потому что не было действительно кому смотреть за ними, и 결국 자신의 몸을 자해하는 качество и когда она уже действительно была отчаявшись, она не имела никакой надежды, то одна из медсестер она ей сказала, что это казалось бы что-то простое, но она сказала, Бог любит тебя, и это все то, что все эти жизненные обстоятельства, все то, что она также перенесла, когда ей было еще 5 лет, она перенесла инфекционное заболевание глаз, в результате которого она ослепла, но она все равно закончила школу для слепых, и она позже стала учителем Хелен Келлер, и И в чём сила любви Божьей, если посмотреть, что вот эти все проблемы, нам нужно правильно с вами понимать, это не Бог эти проблемы даёт человеку. Как некоторые люди могут смотреть, что Бог для того, чтобы тебя сильнее сделать или ещё что-то. Нет. Не Бог даёт эти проблемы, не Бог создаёт эти обстоятельства для нас. Эти проблемы приходят в результате ошибок людей, в результате эгоцентричной жизни людей, в результате идолопоклонства. Поэтому приходят проблемы и на духовном, и на физическом уровне, и семейные проблемы, которые были у неё, даже, например, в жизни Энн Селиван, она, в чём сила Божья, в том, что действительно сила любви Божьей, если прийти к Богу, если пригласить Бога в своё сердце, в свою жизнь, то, что мы увидим, то мы можем все эти проблемы, что Бог, все эти раны, все наши слабости, сердце, всего Он исцелит и поможет, чтобы вот эти все проблемы, все эти обстоятельства, они послужили для того, чтобы через мою жизнь другие люди могли, которые такие же проблемы, может быть, находятся или в худших даже ситуациях, чтобы они могли узнать о любви Бога, прийти к Богу, получить исцеление. Потому что мир — это не царство Божье. Мир — это мир, в котором люди правят, в котором дьявол также, царство дьявола. И мы поэтому и молимся, чтобы царство Божье сходило на это место. Поэтому она имела силу, сама ослепнув, она имела силу помочь Хеллен Келлер, которая слепая была, проблема, она слепо глухая была, поэтому с помощью языка жестов по ладоням она могла ее... Она поэтому стала действительно педагогом, который повлияло на жизнь очень многих людей. Поэтому люди, которые просто из-за каких-то своих проблем начинают роптать на других людей, начинают обвинять в чем-то Бога, их жизнь, она приходит к забвению, и они в итоге и сами страдают, и дьявол таким образом приводит к поражению всех. Но люди, которые ищут Бога, которые действительно встречаются с Богом, их состояние, в каком бы они ни были, их обстоятельства, Бог это все действительно начинает исцелять, менять, и все, что бы ни было, в какой бы ситуации ни оказались мы в жизни, в жизни нет ситуации, Бог, Он обращает это все на благословение, чтобы через нас происходило спасение других людей. Поэтому первое, как только что показано было, первое Коринфянам, первая глава 21 стих, там сказано, что, ибо мир, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу, ее родством проповеди, спасти верующих. Поэтому проповедь, проповедование является Божьей мудростью, но люди не могут познать Бога своей собственной мудростью. И если они не познают Бога, то не могут понять и самих себя. Поэтому что является путем, действительно, это путем для спасения людей, это проповедование. А проповедование это совершается не моими силами, не моими знаниями, это совершается Духом Святым. Когда Дух Святой действует в моей жизни, действует в жизни того человека, за которого я молюсь или кто-то молился, и дает Бог встречу, и дает возможность проповедовать, передать эту любовь Божью, передать эту силу Божью, чтобы человек мог открыть свое сердце и впустить Христа в свою жизнь и получать исцеление, прежде всего, Духа и Души. И даже на физическом могут происходить действия исцеления и изменяться жизни других людей, но прежде всего это духовное и душевное исцеление, потому что мы с вами живем в эпоху бедствий, которая усугубляется с каждым днем. Чем больше развивается мир, чем больше развивается технология, тем больше становится бедствий, которые невозможно объяснить. Но Библия объясняет, разъясняет причину этих бедствий. Поэтому проповедование необходимо для чего? Для спасения от, прежде всего, духовных проблем, потому что все проблемы на физическом уровне. Какие бы это ни были проблемы, это в плане экологии, в плане каких-то катастроф, это может быть даже в плане Вселенной, это все результат духовных проблем. И эти духовные, основная духовная проблема, она по-разному может выражаться в жизни каждого человека. Она может выражаться и влиять как на уровни души, то есть она могут быть психические, психологические, какие-то расстройства, проблемы, какие-то заболевания даже. Точно так же и на физическом уровне может влиять. Даже на физическом уровне какие-то проблемы могут прибыть. Даже врожденные определенные проблемы могут быть. Поэтому духовная проблема, когда мы говорим, что это духовная проблема, у каждого человека есть духовная проблема. Это означает, что основная коренная духовная проблема по-разному проявляет себя в жизни каждого человека. И даже мы, верующие, все равно мы еще можем оказывать, быть под влиянием тех сил тьмы, тех духов, которые действуют в наших семейных линиях, если мы не будем наслаждаться силой Божьей. И если мы будем, по сути, не следовать Богу, если наша жизнь будет неупорядочена Словом Божьим, и мы не будем жить по благодати Божьей, то эти силы тьмы, которые действовали в наших семейных линиях, они будут пытаться обмануть нас и препятствовать тому, чтобы мы получали благословение и наслаждались жизнью вместе с Богом, чтобы наша жизнь была не... чтобы целью и главным желанием нашей жизни не проповедование было, а что-то другое. Поэтому важно помнить, конечно, что проблемы не могут уничтожить нас. Но, напротив, если мы во Христе, то они нас приведут еще большим благословением. Поэтому нам не нужно бояться проблем. Нам нужно наслаждаться силой Божьей. Какая бы проблема ни пришла, Богу он сильнее. Поэтому спасение, что есть спасение по-настоящему? Спасение — это когда решается, прежде всего, та коренная духовная проблема. Потому что мы с вами родились, каждый из нас, в какой бы семье мы ни родились, мы родились без Духа Божьего, разделенные с Богом. И нам поэтому необходимо, чтобы мы родились свыше, чтобы мы родились духовно, чтобы мы только после этого мы становимся детьми Божьими. И вот тогда, с этого момента, уже начинается исцеление нас, нашей души. Поэтому с этого момента начинается момент, когда мы можем освещать светом свое сердце и душу и выявлять, что внутри нас уже, может быть, укоренилось. Что внутри нас есть и что необходимо, что действительно от Бога, что не от Бога. Поэтому это спасение, которое в нашей жизни есть, важно, чтобы мы точно понимали, кто есть Христос. Тогда те проблемы, которые есть в нашей жизни, приходят, они будут благословением для нас. А те проблемы, которые приходят в жизнь других людей, это возможность дать ответ людям, чтобы они также пришли ко Христу. Поэтому проповедование — это дело Божье. Спасение — это Божий план, который еще до сотворения мира Бог, Он подготовил и осуществляет его через нас. Поэтому, если не проповедование, если не передавать благою весть, то что происходит? Происходит то, что люди впадают в проклятие, люди впадают, целые народы впадают в бедствие и в проклятие. Поэтому наша задача с вами — это наслаждаться благовестью в своей жизни и испытать, что все проблемы решаются и уже решены во Христе. И чтобы мы пришли с вами, прежде всего, к заключению, что я действительно, все, что мне нужно, — это Христос. И другого ничего не нужно, потому что никакой другой, ничто другое не может решить ту духовную проблему. Ничто не может исцелить меня, кроме как Христос и жизнь Иисуса Христа. Этот мир действительно упорядочить, внутри меня упорядочить этот мир невозможно никаким образом, кроме как Христос. Поэтому, действительно, все, что нужно людям, — это просто встретиться со Христом. И встать на этот путь, потому что Христос есть этим путем, и идти этим путем. Идти — это означает следовать за Словом Божьим, слушать Слово Божье, свое сердце впускать Слово Божье. Ведь, когда мы о чем-то размышляем, думаем, это и есть наша молитва, это и есть наше общение с Богом. И что есть проповедование? Это и есть провозглашение имени Иисуса Христа, провозглашение имени Иисуса, который и стал Христом. Поэтому, когда мы с вами будем таким образом мыслить, то мы сможем... Когда мы действительно будем желать, чтобы проповедование Слова Божьего стало смыслом моей жизни, чтобы через мою жизнь происходило спасение, спасение других людей, чтобы я стал источником благословения для людей, которые вокруг меня есть, то тогда Бог будет... Тогда мы сможем по-настоящему услышать Бога, сможем выявлять то важное, то сокрытое, которое Бог приготовил. Потому что есть то, что Бог сокрыл еще от вековых времен, но это приготовил и открывает эту тайну для нас с вами. И тогда мы сможем видеть то, что по-другому сможем видеть те вещи, которые... Будем по-другому смотреть на вещи, которые вокруг нас есть. Как израильский народ, те люди, которые понимали, что важным для Бога, почему важно идти в Хананскую землю, кто вообще израильский народ такой, кто... То те события, которые они видели, те проблемы, которые даже перед ними представали, они по-другому смотрели, они смотрели на них, как на возможность получить благословение, как на возможность увидеть, испытать силу Божью. Они, люди, как Иисус Навин и Халев, по-другому смотрели на эту землю, на тех великанов, которые были на то время. Моисей по-другому смотрел на Красное море, которое перед ним было по-другому, чем смотрели большинство людей, которые были за ним. Поэтому и мы с вами, если мы будем понимать, что мы с вами дети Божьи, что мы с вами призваны возвещать совершенство, призвавшего нас из судьбы в чудный сосвет, что мы с вами источники благословений, и что ничто не может привести нас к поражению, что проблема — это шанс обновиться и получить ответ, и у Бога есть план, как это все совершить. Тогда мы будем наслаждаться всей этой жизнью Благовестника, как это было и даже в Ветхом Завете. Поэтому, что есть критерием для проповедования? Первое. Важно понять, что проповедование — это Божье дело. И когда мы смотрим Деяния, 13 глава, 48 стих, там сказано, что в расписании, про расписание Божье, там сказано, что те люди, которые были предоставлены к вечной жизни, они уверовали и приняли Слово Божье, и проставляли Слово Господне. И тогда Слово Господне распространялось по всей стране, по всей Евгении. Поэтому, через кого Бог совершает это действие проповедования и спасения? Через каждого из нас, если мы открываем свое сердце для Бога, пускаем Господа в свое сердце, в свои мысли. И также мы, когда смотрим 16 глава, книги Деяния, 16 глава, 15 стих, мы видим, какое благословение встречи Бог дал с Лидией, которая была доверена местность, были доверены Филиппы. Потому что что там сказано? Она сказала, когда крестилась она и ее домашняя, то просила она, если вы действительно видите меня как верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. Для чего она это сказала? Потому что она желала, чтобы то действие спасения, та благовесть распространилась не только, не только она наслаждалась этим, и ее семья, но и весь тот регион, в котором они находились. И мы говорим также о проповедовании не только как о местности физического уровня, но и как о целой сфере. Это может быть, когда мы смотрим в Римлянам 16 главу, например. Бог приготовил не только в плане физической местности, но и также сферу деятельности. Поэтому в Римлянам 16 глава мы видим там также о расписании Божьего проповедования. У Бога есть планы, расписания, чтобы благая весть проповедовалась по всему Дукра и Зиме. Поэтому Бог желает, чтобы через одного человека, через нас с вами, не нужно думать, что это невозможно ли, кто я такой. Может быть, мы в физическом уровне или глазами мира не имеем никакого вида, не величия, и никто нас не знает. Это не означает, что Бог не знает. Бог знает имя каждого из нас. И для Бога мы являемся ценными. И Бог... Поэтому наша молитва производит больше действия. Наша молитва более важная, чем даже... Потому что наша молитва производит действия в духовном мире, по нашей молитве Бог действует на сердца людей. Поэтому, если мы молимся, тогда решения, которые принимают, даже на политическом уровне, на каких бы уровнях это ни было, Бог будет иметь возможность влиять на сердца и на решения этих людей. Поэтому мы являемся теми людьми, через которых Бог совершает... Бог желает совершать спасение целого народа. Поэтому молитесь. Нужно молиться. Посмотрите также историю Кореи, как проповедование началось в Корее, как миссионерство пришло в Корею. Посмотрите, сколько университетов, школ, госпиталей открылось. Но посмотрите уже сейчас, даже сейчас уже прошло, казалось бы, сто лет, но видят ли ценность в этом люди, которые живут в Корее? Даже христиане понимают ли, сохранят ли в своих сердцах тот огонь, который... тот огонь благо вести, который был передан миссионерами, которые приехали, приплывали в Корею, которые полагали жизнь свою, и их дети погибали здесь, и они, и их жены, и их мужья, но они продолжали проповедовать это слово, продолжали жертвовать жизнью своей, действительно, ради спасения нас с вами, ради спасения людей. Поэтому имеют ли этот огонь Евангелия, и благовестия, и проповедования в своих сердцах люди сейчас? Вот это нужно восстановить, это нужно... Об этом нужно молиться к Богу, чтобы через молитвы наши, даже если мы физически не можем куда-то пойти сейчас, но чтобы мы духовно, чтобы мы в молитвой могли... Потому что, на мой взгляд, наши дети, особенно потомки, почему столько много душевных, столько много разных психических проблем? Посмотрите, сколько психических разных расстройств, проблем в жизни молодёжи даже, которые, казалось бы, даже подростков в средней школе. Если мы с вами... Потому что что-то неправильно мы, значит, делаем, значит, мы неправильно... Не то ценным является в нашей жизни, что действительно ценным для Бога является. Мы за разные вещи держимся. Для Бога важно проповедование, для Бога важно благая весть и проповедование. А что для нас важно тогда? Является ли целью нашей жизни проповедование? Если нет, тогда вот результат, который мы видим сейчас. Но никогда не поздно. Бог никогда не закрывает двери. Бог никогда не оставляет. Бог ждёт, когда мы откроем эту дверь нашего сердца, когда мы попросим, пригласим Бога в наше сердце, в наши мысли, в нашу жизнь. И никогда не поздно и 80 лет даже, как Моисей. Поэтому посмотрите, например, даже жизнь ученика Анани. Важно, чтобы был хотя бы один такой человек, который сможет услышать голос Бога. Потому что все остальные боялись, все остальные не видели, не желали, возможно, даже это слово передать даже Павлу. Но он был тем человеком, который готов был к этому. Поэтому Бог в видении сказал Анании, что ему нужно передать это слово. Савлу. А если бы не было такого ученика, как Анания, как бы было бы тогда? Как бы тогда Павел стал тем Павлом, которого мы знаем? Поэтому молитва одного человека, сердце одного человека, готовое принять волю Божью, принять желание Божье, насколько это важно. Посмотрите, как в отношении Корнилия что случилось? Почему Бог действительно так ценил Павла? Потому что, без того, как Петр пошел к Корнилию, проповедовал Евангелие, после того, как он вернулся, что случилось? Его осуждать начали. Его осуждать начали. Его обвинять начали, что он пошел в дом язычников, и причем еще кушал с ними там. То есть, столько проблем в Иерусалимской церкви было именно в том, что они только держались за то, чтобы слово проповедалось только иудеям. Но это не то, что желал Бог. Что сказал поэтому Павлу, Бог, через ангела, что ты будешь тем, ты мой избранный сосуд, чтобы возвещать Евангелие всем народам. Потому что это для чего Бог израильский народ избрал? Не для них самих, а для того, чтобы они возвещали это все. Так и нас с вами. Бог нас призвал не для того, чтобы мы сами себя спасали. Мы уже спасены. Бог призвал нас, чтобы через нас это спасение распространялось ко всем народам. Поэтому Бог призвал Варнаву и Павла для чего? Для того, чтобы совершался Божий план. Бог отделил людей для выполнения дела своего, как Дианих 13, глава 1 по 3 стих сказано. Он отделил Варнаву и Павла для совершения дела своего, для того, чтобы совершалось проповедование. Поэтому какая бы проблема ни пришла, любая проблема — это причина для нас, чтобы мы молились и чтобы мы могли выявить, войти в ту миссию, то предназначение, которое Бог для нас приготовил. И нам с вами необходимо и нам с вами